Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин на итоговой пресс-конференции затронул тему не только грузовых автомобилей. Так, инвестиционный план на 2023 год, свёрстанный на 20 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в 2022-м, касается в том числе и электробусов. Нынешние электробусы, выпускаемые нефтекамским автозаводом, сильно зависят от импортных комплектующих. Ключевой компонент – ставшие дефицитом электропортальные мосты ЦТФ, в которой встроена пара электромоторов этого же немецкого производителя. Чем конкретно будет заменён этот узел, пока не ясно. Минувшим летом КАМАЗ доверил НИОКР по аналогу совместному научно-образовательному центру с институтом имени Баумана. Но даже в случае успеха на внедрение понадобится время. Скорее всего, у КАМАЗа готово временное решение. Ведь главный электробусный клиент Мосгортранс не ждёт и намерен закупать по полтысячи машин в год. Опытный антисанкционный образец уже есть и докатывает зимние испытания. Серийное производство начнётся в феврале, и с этой машиной КАМАЗ выступит на очередном тендере. В минувшем году КАМАЗ неожиданно вышел в легковой сегмент. Создаётся отдельный легковой дивизион. Камский автогигант – технологический партнёр московского автозавода «Москвич» и держатель одобрений типа транспортного средства на кроссоверы «Москвич-3». К слову, согласно ОТТС, они называются КАМАЗ-2135. В 2024 году «Москвич» обещает представить собственную легковушку на универсальной платформе. Отвечая на вопрос о её будущем, Сергей Кагогин отметил, что консолидации отечественных производителей в этом вопросе пока не наблюдается. Для покрытия потребностей нашей будущей группы легкового дивизиона объёма будет недостаточно. Если АвтоВАЗ и другие производители сочтут нужным, будем консолидироваться. Если объёма недостаточно, то сама судьба подсказывает объединить проект новой платформы для москвичей с разрабатываемым электромобилем Атом, он же КАМА-2, прототип которого тоже должны представить к концу 2024 года. Лично мне этот проект очень нравится. Собранная нами международная команда весьма активна. Мы работаем с Росатомом, у которого есть серьёзные претензии на производство батарей и который готов их изготовление финансировать. Мы Росатому интересны знаниям рынка и конечным продуктом. Когда Росатом начинал этот проект, он собирался производить батареи с сегодняшнего дня. Но наши технологи объяснили, что пока всё будет организовано, продукт устареет. Росатом скорректировал инвест-программу и сейчас разрабатывает батареи, которые будут актуальны через 3-5 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова